Привет! Это Владимир, Реальная Стройка. И напомню, что мы ведем строительство дома из лежалого ракушника с обратным каркасом. В предыдущей серии мы выложили до середины стены, оставили проемы под стойки, так называемые колонны, и в самое время монолитить низ, пустоту между стеной и плитой перекрытия, для того, чтобы с одной стороны закрепить стены, с другой стороны закрепить плиты. Погнали! Итак, обманоличивание плиты. Обманоличивание короткой части плиты никаких трудностей не составляет. Единственное, что желательно заткнуть дырочки, чтобы туда не наполнялся бетон. Но можно не затыкать, оно натечет туда, ничего страшного не будет. А вот с длинной стороной плиты, тут есть своя специфика. Так как плита, вот там вот, есть пустота, то есть она над перегородкой смонтирована, над основной стеной, желательно, чтобы туда не попал раствор. Все скажут, да, плевать, пусть попадает. Да, при ИЖС, маленьких нагрузках, это не страшно. Но я перестраховщик. Так вот, что я делаю? Я устанавливаю вот так вот пеноплекс. Только единственное, что устанавливаю я более длинный, а потом обрезаю. Устанавливаю пеноплекс и закидываю сюда бетон. Бетон прижимает пеноплекс, но тем не менее, не нагружает никак вот эту часть плиты, которая должна работать в провисе. Армирование так рассчитано, что она должна опираться только тем и задним краем. А сбоку она опираться не должна, ни там, ни там. Там они между собой, русты обрабатываются, одна соединяется с другой. А здесь желательно, чтобы она свободно провисала. Да, конечно, будет стяжка над двумя частями. И обмонолиточной частью, и над плитой. Но стяжка весит ничтожно мало, если вы не 20 см сделали, и она не нагружает плиту. А вот это обмонолитчивание, так как здесь вот так плита под конусом сделана, оно нагружает плиту. И поэтому, если есть у вас возможность, лучше этим обмонолитчиванием плиту не нагружать. Так вот, я перестраховщик, и я не нагружаю. Я делаю демпфер между плитой и частью обмонолитченной. Надеюсь, это понятно. Я все объяснил. Здесь, где у нас будут колонны, я вот так вот делаю, чтобы заанкироваться в фундамент, здесь все залить. Ну, везде так делаю. Там камушки вставляю, что угодно, лишь бы туда не вытекло. Потом я лишнее срублю и скрою стяжкой. Так вот, вот так я беру пеноплекс. Вот, например, вставляю. Только вот так. Так как он имеет уклон в эту сторону, тогда вот так и вставим. И ничем его не креплю, просто закидываю бетон. Он распирается между стеной внешней и пеноплексом, и его запирать. И потом я его поверху просто обрезаю. По коротким сторонам я так не делаю, я уже все пояснил. Ну, сейчас увидите, как я это делаю в точности. Мешать здесь довольно легко. Цемент я вываливаю прямо на плиту. Из плиты лопата его накидываю в ведра. Вода у меня вот она. Песок и щебень вот там. Если есть подсобник, можно, чтобы он сюда навез песка и щебня. Здесь кучки создал. Но так как я сегодня работаю один, работы подсобнику нет, и я экономлю на платье от труда, я это делаю сам. Песок, щебень, цемент, вода. Ну и погнали! Песок, щебень, цемент, вода. И вот так это выглядит. Обрезал пеноплект, отложил, он куда-нибудь еще пойдет. И вот, подровняли в первом приближении, для черновой стяжки угодится. Еще вот что. Сразу, вот тут наляпался немножко бетон, и он сразу нормально не пристывает. Поэтому берем сразу, вот видите, вот так делаем. Берем, одну руку неудобно. Вот такую жесткую штучку, метелку. Она все отлично сошкребает. И сразу убираем. Чтобы потом на этой стяжке было нормально лепить пеноплекс на эту черновую стяжку, плиту. То есть, если это сразу не сделать, будет куча маленьких камней, прилипших с раствором, с бетона. Пеноплекс будет монтировать труднее. Вроде хитрость не сложная, тем не менее, многие ее не делают. И потом учатся. И все. Здесь я все обманолитил с демпфером. А здесь просто без демпфера пойду. Ну все. Здесь везде я заделал. Обманолитил плиты. Вот так это все выглядит. Здесь обманолитить не надо. Зазор микроскопический. Он зальется при стяжке. И немножко мне не хватило ведра бетона. Но сейчас замешивать я его решил, что не надо. У меня будет оставаться раствор после кладки. Я туда буду забрасывать. И постепенно эту штробу забросаю. Так что вот так. Теперь плиты все обманоличны. Никуда не сдвинуться. Все ништяк. Анкировка здесь не делалась. Потому что в ИЖС нафиг она тут, эта анкировка не нужна. У работы на природе есть свои трудности. Соседний участок пролежит заказчику. Но ближайшая постройка, хрен знает сколько, туда. Порядка 100-150 метров от этого места. Здесь ничего складывать нельзя. Здесь все могут украсть. Поэтому каждый день мы к дому заказчика поздняем электричество и порядка метров 60 раскатываем сюда переноску. Благо шланг тоже длинный. И так вытаскиваем шланг. И закатываем, затаскиваем все обратно. Все, что нам понадобится для работы, лежит в сарайке, которая тоже далеко еще в глубине участка. И поэтому вот это все я проезжаю мимо сарайки, накладываю на машину вот таким макаром. А леса я вообще вожу, привожу, отвожу туда-сюда с города. А вот эта часть, потом сетка, метелка, все лежит здесь в сарайке. И вот проезжая, накладываю, довожу сюда, разгружаю. Потом отгоняю вот туда вот, в тень. После чего вечером обратно макаром. Опять подъезжаю сюда, все загружаю и везу сюда сарайки. Этим я экономлю время, чтобы не носить руками все помосты, сетку, ящики, потом эти самые ведра, корыта. И также каждый день из города мы возим на необходимое количество цемента. Кстати, вот запаски тачки. То есть каждый день раскладываем склады минут по 40. Но другого варианта нет, потому что все, что здесь оставишь на участке, все подарил людям. Поэтому вот такой геморрой создается. Продолжаем работать в том же красивом месте на побережье моря. уже три четверти стен доложено. Каждый третий ряд проложена базальтовая сетка. Потом здесь зальются колонны, как я и говорил. И также на углах также сетка базальта будет интегрироваться в колонны. Геометрия блока лучше не стала. Вот так он выглядит. Поэтому слоя как были толстые, так и остались. до вот этой высоты я клал, ложил, клал, ложил, клал, наверное. С вот этого вот козелка, ну как всегда мой насадится малярный столик. А теперь с этой высоты уже начинаем класть с вот этих наших лесов. Ну леса, как всегда, на колесиках с тормозами. Там тормоза. Подвинул куда тебе надо, вот, одной рукой, вместе с блоками, вместе с раствором. Вот так вот зафиксировал. Я сделал четыре тормоза, но можно было меньше. И кладешь. Это помогает тебе. Это не дает... Короче, не нужно собирать леса вдоль всей кладки, а спокойно передвигая, даже можно на них находиться, подсобник тебя передвинет, ведешь кладку. В данном случае это критично, так как, как я уже объяснял, здесь негде ничего складывать. Если еще каждый день было бы раскладывать, складывать вдоль всей стены, это бы заняло кучу времени. Кстати, тут, как всегда, в этих пилястрах, это не пилястра, это пилоны, там каждый ряд по две арматурины, потому что один над другим блок в углу, так же, как было так, и закладывается вот такое временное армирование. захотят, его обрежут, на момент монтажа оно нужно, захотят, оставят. Так как блоки гуляют по размерам, вот так вот он торчит. И мы хотели это срубовать, вот так вот торчит, допустим, вот так, но заказчик сказал это оставить, то есть стены будут штукатурить, а эти блоки, которые торчат из стены, так и будут декоративным элементом отделки. То есть в абсолютно гладкой стене будут торчащие блоки. Это странное, необычное решение, но хозяин-барин. Итак, вот там в комментариях вы все писали, что ракушняк можно опилить ножовкой. Не знаю, какой ракушняк пилится ножовкой, этот попытался опилить ножовкой по пенобетону, ничего не получит. Поэтому пилю его алмазным диском. Ну вот, отметку сделал и погнал. А что такое? Зараза! И получается вот такой вот рез ровный и аккуратный. Так что никакой ножовкой вы этот ракушняк не попилите. Не знаю, может какой-то есть другой ракушняк, более рыхлый, но эта марка высокая. Кладку веду на простой цемент-песчаный раствор один к трем с половиной, потому что я делал один к четырем слабовато, один к трем трескается. Один к трескается, попробовал, на второй день вот рукой не раздавливается камушек, это достаточно хорошо, и в то же время без перебора. Слой делаем толстый, потому что все камни гуляют по размерам очень сильно. Шнурком примерно пользуемся, точно по шнурку не получается, ввиду объективной реальности, так как камень не имеет 90 углов, 90 градусов между гранями. Вертикалку намазали, вертикалку приходится дозаполнять потом, потому что так же само, камни не имеют ровных 90 градусов, и они еще немножко пыли, с них впадает этот раствор, поэтому приходится основное нанести, а потом сбоку замазывать, чтобы создать заполненность швов со всех сторон. Стараясь на ряд выбирать камни плюс-минус 3-5 сантиметра, извиняюсь, миллиметра, ну там до сантиметра, я просто ставлю их рядом, и вижу, что они один размер имеют. И все. Так, мало наложил раствора. Так как ряд последний, я тут с швом пытаюсь выровнять перепад по высоте, поэтому тут иногда швы получаются очень толстые. И все, после того, как камень примерно выставили по шнурку, заполняем то, что не смогли при подрезке раствора заполнить, чтобы стена была поплотнее, так как она в полблока. Ну что-то такое. Теперь покажу от первого лица уже без комментариев, просто на камере со лба. на камере от первого лица от первого лица до 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как 2,75 примерно по высоте... Продолжение следует... 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 А я за эту сумму залью ему 10 вертикальных колонн, балку над дверями. Вообще бесплатно. То есть он мне делает сантехническую часть дома на том барнхаусе, который мы с инвестором строим. А он получит за это бетонные колонны, обратный каркас этого строения. Ну вот, стены готовы, впереди заливка колонн. Это довольно сложное мероприятие, исходя из того, что поверхность ракушника неровная. Это первое. И второе, что колонны относительно маленькие, там еще будет армирование, там еще сетка продольного армирования. Ну короче, увидите все в следующей серии. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто подписан, классните колокольчик, чтобы получить уведомления и посмотреть, как же я справлюсь с этими самыми колоннами. Здесь плывет первая часть этого видео с началом стройки, а здесь вторая часть, где я заливаю колонны. С вами, как всегда, был Владимир, Реальная стройка. Напоминаю, делай хорошо, плохо оно само получится. И запомни, еще одна колонна лишней не бывает. ПОДПИШИСЬ!